Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодняшняя наша тема Проверка статистических гипотез Сегодня мы посмотрим основные понятия и терминологию И что такое статистические гипотезы Ответим на эти два вопроса Статистические гипотезы Это любое утверждение о виде или свойствах законного распределения наблюдаемых случайных величин Всякий раз предполагаем, что у нас имеются две взаимоисключающие гипотезы Основная и альтернативная Нулевой или же основной гипотезой H0 Называют какое-либо конкретное предположение о теоретической функции распределения или предположения Влекущие за собой важные практические последствия Альтернативная гипотеза H1 Любая гипотеза, исключающая нулевую Задача проверки статистической гипотезы состоит в том, чтобы, используя статистические данные Х1, Х2, ХН, принять или отклонить нулевую гипотезу Нулевые и альтернативные гипотезы формулируются как утверждение о принадлежности функции распределения некоторой случайной величины определенному классу распределений Гипотеза называется простой, если соответствующий класс распределения содержит лишь одно распределение В противном случае гипотеза будет сложной Гипотезы о параметрах распределения называются параметрическими Статистикой критерия называется функция от выборки Т от Х принадлежит Тау Значение которое для заданной выборки служит основанием принятия или отклонения основной гипотезы Статистические критерии, правила позволяющие только по результатам наблюдения Х1, Х2 и т.д. Принять или отклонить нулевую гипотезу Х0 Каждому критерию отвечает разбиение области значений статистики критерия на две непересекающиеся части Критическую область Тау-1 и область принятия гипотезы Тау-0 Вот у нас на рисунке иллюстрированы критические области Они бывают односторонние, т.е. левосторонняя и правосторонняя критическая область И двусторонняя критическая область Если значение статистики критерия попадает в область принятия гипотезы Тау-0 То принимается нулевая гипотеза В противном случае она отвергается и принимается альтернативная гипотеза Задать статистические критерии Это значит задать статистику критерия и задать критическую область В ходе проверки гипотеза Х0 Можно прийти к правильному выводу Либо совершить два рода ошибок Ошибку первого рода отклонить Х0, когда она верна Ошибку второго рода принять Х0, когда она не верна Так как статистика критерия Есть случайная величина со своим законом распределения То попадание ее в ту или иную область характеризуется соответствующими вероятностями Вероятностью ошибки первого рода альфа и вероятностью ошибки второго рода бета Ошибку первого рода альфа еще называют уровнем значимости критерия Часто пользуются понятием мощности критерия W Вероятности попадания в критическую область при условии справедливости альтернативной гипотезы Или же W равно 1 минус бета В общем случае вводят функцию мощности Она имеет следующий вид При разработке статистического критерия невозможно одновременно минимизировать обе ошибки Поэтому поступают следующим образом При заданном числе испытаний N устанавливается верхняя граница для ошибки первого рода альфа Выбирается тот критерий, у которого не наименьшая ошибка второго рода Распределение статистики критерия для нулевой и альтернативной гипотез Односторонние критерии Уровень значимости альфа устанавливается из значений следующего ряда 0,05, 0,01 или 0,005 События с такими вероятностями считаются практически невозможными Допустимая величина уровня значимости определяется теми последствиями, которые наступают после совершения ошибки Примеры формулировок статистических гипотез Гипотез о виде распределения Произведено N независимых измерений случайной величины с неизвестной функцией распределения F от X Следует проверить гипотезу H0 Гипотеза однородности Произведено K серии независимых испытаний Можно ли с достаточной надежностью считать, что закон распределения наблюдений от серии к серии не менялся? Если это так, то статистические данные однородны Проверяйте гипотезу однородности Гипотеза независимости Наблюдается двухмерная случайная величина Кси с неизвестной функцией распределения F Кси от XY И есть основания полагать, что компоненты Кси1, Кси2 независимы В этом случае проверяйте гипотезу независимости H0 Кси2, который имеет следующий вид Для данной выборки рассчитывается значение статистики критерия Если значение статистики критерия попадает в область принятия гипотезы, то нулевая гипотеза принимается на уровне значимости α В противном случае принимается альтернативная гипотеза или же отвергается нулевая гипотеза Среди критериев выделяются такие, которые улавливают любые отклонения от нулевой гипотезы Они называются критериями согласия Статистика критерия, которая задается с формулой, которая имеет следующий вид Распределение статистики Калмогорова не зависит от F от X При больших N оно стремится к распределению Калмогорова Вот у нас дальше идет предел При N стремлении к бесконечности P равняется под квадратным корнем N умноженным на D И здесь распределение Калмогорова На рисунке изображена график Критерий согласия х квадрат Пирсона Первоначально разработан для дискретных распределений Простейшие параметрические гипотезы Гипотеза о среднем значении гауссовской случайной величины Или гипотеза о сравнении дисперсии Итак, на этом закончим сегодняшний наш урок Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...